Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение моего ФФА-сериала на четверых. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую вам перейти именно к ней. Ссылка на первую серию появляется прямо сейчас. Ну а всем остальным приятного просмотра! А в автократии что тут можно взять? Счастье? Ну счастье у меня есть еще, то есть я могу зоопарки построить. Возьму ковер, у меня сразу плюс 16 вход добавилось. Блин. Что ж вы лезете то все! Надо с этим лагерем разобраться конечно. ну плюс 4 счастье как мне какой-то караван перестал бегать где-то давайте мечеть джина тем более что просит так давайте бильдию писателей пошли-ка мы блин что-то понажимал переключился куда пойдем с лагерем этим разберемся так еще он я увидел там руинки зоопарк зоопарк обсерватория спарте давайте монумент сначала чтобы можно было национальный эпос в дамаске построить а ну да вот я же строю караван здесь и когда вообще закончат бегать скоро вооруженные варвары так навигация открыта давайте в прору нет давайте наверно блин давайте в биологию сначала то что вот эти техи открыты как раз к проре открыты датчанином то есть я их у него собираюсь украсть я всего на 6 процентов от рима отстаю интересно так от датчанина сколько 57 ну у датчанина наверно 57 процентов как раз и есть интересное место так этого можно на лечение отправить 9 счастья ну что каринф наверное аннексируем тогда это сразу монумент потом суд вот здесь кстати можно купить универ и школу ну вот плюс 5 у меня уже все аннексировано в принципе давайте порастем где-нибудь например в мекке так в медине порастем дамаск дамаск и так у меня на рост вот за что я отправил продвижение это и багдад у меня на рост стоит на зрань тут и так собственно практически нечего обрабатывать все на рост куфа давайте куфу афины тоже на рост так тут пока так все отличненько что он и Для меня это не начало хода, я по очереди ими ходил. Киты и слоновая кость мне нужна. Но у Рима нету. У нас с Панамой надо замириться. Кстати, надо всем пообещать защиту. Раз, два, три, четыре, пять. Так, причем София тоже хочет слоновую кость, а эти все хотят... О, уже два города мечеть Джене хотят. Ватикан и Мамбаса хотят торговый путь. Так, а где у них, у кого из них? Вот киты Панамамбанза. А, слоновая кость? Че-то не пойму. Вообще, слоновая кость есть где-нибудь? Ребята, на карте вообще слоновая кость есть, а то у меня тут... Несколько городов хотят. Я вообще что-то ни у вас не вижу, ни у себя не вижу. У ГГшек, как? Я не знаю. У ГГшек не вижу. У Монако есть. У Монако есть. У Монако есть, и у меня она есть, но я не знаю, как там это было. А, точно, Монако есть, точно. Монако хочет иудаизм, и мечеть Джене. Вот, я могу, наверное, сейчас этот квест попробовать выполнить. Может, пророка сделать? Пойти на Монако распространить. Ну, мне пока за веру больше нечего покупать. Так. Караван, сарай. Ну, один ход можно построить, потому что я через один ход смогу. Или арморь. Давайте лучше арморь и один ход. Да. О, нету. Из Мекки в Копенгаген. Не успела. Так, счастье у меня уже немерено становится, надо, о, кстати, в Багдаде-то, из Спарты, я помню, там неплохо было, да, Спарта Каупанк. Так, надо вот тут Сиппорт, да, и в Назрани тоже можно, в принципе. Так, в Дамаске, в Национальный Эпос, в Мекке. В Кузне, что у меня тут с железом? Ну, в принципе, содержание 1. Ладно, давайте. Так, когда я там буду через 7 ходов воровать. Ну, уже нету. А вот где. Окей. Неапль захвачен, кумы захвачены. Хм, так он так сейчас арту и на меня может пойти. Может мне все-таки в арту выйти? Блин. Как раз через 7 ходов я сворую арту. Ну, у него, по-моему, школ нету, да. Вот он их только строит. У него в Копенгагене 111 наука. Ну, вполне у него может быть, хотя у меня 127. Правда у меня под горой город. А вот и Кейтаун нашелся. Последний город государства. Да, блин, что-то быстровато, конечно. Датчанин Рим берет. Так, еще один караван перестал бегать. Из Мекки в Рим. Из Дамаска в Копенгаген. Давайте из Дамаска в Копенгаген. Этот бегал в Багдад на производство. Сейчас я, наверное, в Багдад на еду отправлю. Надо, чтобы рос. Хороший город. Когда вырастет, будет очень нажористый такой. Тут много производства и вообще. О, опнулся. Так, Кейптаун хочет этот лагерь расфигачить. Кто мы такие, чтобы ему в этом отказывать, да? О, опнулся. Так, давайте города на рост проверим. Почему мне вот каждый раз после игры с тобой хочется убавить игру? Со мной? Да. Не знаю, почему. Именно со мной, что ли, или что? Ну, вот у меня вот второй раз я с тобой играю, а второй раз хочется все. Не знаю, честно. Ты можешь объяснить, откуда это чувство возникает? Ну, потому что я второй раз сыграю с ними, и второй раз я просто как лох последнюю, что я играю. Ну, блин, ну, было ж понятно, что он во рту идет. Как, как тут? Ну, я не знаю, как описывать мне нужно. Я вот не знаю, я довольно средний игрок, если честно. План хоть Цезарь не понимает у Фрау Родины. А тут бы сразу задавался, если он был бы в соседях. Опять не успел. Пафнутий, ты просто не иди в атаку. Ты строй юниты, стой в обороне. Так я так и делаю. Я уже молчу о том, что надо что-то более крепкое там открывать. Что-то не открывается никуда. Блин, если б ты... Ну, для того, чтобы идти в самолеты против арты, то надо быть конкретно далеко впереди. Я вообще на твоем месте, наоборот, бы сам шел во рту и пытался датчанина атаковать. Ну, до того, как он вышел, естественно. О, нормально. Так, сейчас юнитами похожу. Я еще не очень понимаю, что мне тут строить. Хм... Ну, давайте пушки начнем апнем во рту. Так. Проверка городов. Тут норм, все. Надо было за армию голосовать флаг. Еще я не голосовал. Так. Оставим. Три-два. Так. Два-два. Так. Два-два. Так. Два-два. Тут все причем. Ну, тут уже только производство, собственно. У меня даже не знаю, чего выбирать, если честно. Так. Три-два. Пускай это построится. Надо города государственные в свою сторону переманивать. У тебя научные стажировки выгодно будет, если двое им останется. Вообще-то, вообще-то они мне будут выгодны. Ну, по городу он больше, и он их сейчас отстроил. Да, но у меня доволен, а у него традиция. Я вижу, у него Каупанк-28. Нет, давай научные стажировки, я не против. Да нет, я уже эмбарго кину на Рим. Да я не торгую ни с кем. Чего я с гребешками-то не торгую? Ты че, я это просто, просто, просто так, чтоб занять лот. Просто так? Да. Стоило ввести эмбарго на ГГшке, как сразу все ГГшки просят себе эти трава. Пять ходов. Мировая религия конфуцианизм. Тем не менее. А, их не принято, что ли? Ну, надеюсь, прогрузимся. Так. Вот и Дженея, и Пророк. Где он купился в Мекке. Так, как мне вот к Монако удобнее всего? Так. Через этот... Не, поплывем. Еще руины. Прикольно. Так, надо отключить покупку Пророков. О, Пагоды и Мечети где-то могу покупать. Наверное, в Спарте и в Каринфе, раз я их аннексировал. Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS. Странно, что многие думают, что 2GIS это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете, в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flamp, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. Так. Тут уже все практически обработано. А что там с золотом у Дании? Ну, это 401 за счет захвата городов наполучал. Так, 3 хода, тут 4 хода. Вот. Открою Милитари и можно идти в биологию, а потом в полет. Семнадцать ходов в Каупанге. Ну, Рим, Антиум и Равенна еще стоят. Кума и Неаполь. Датчанин сжигает. Вот это очень неправильно. Он тремя городами точно не сможет против меня выстоять. Блин. Я второй по армии. Это плохо. Так. Каждый ход надо проверять, как тут города растут. Так. Теперь можно тоже нарост переключить. Надеюсь, нам не придется произвести сэй. Все очень понятно. Почему? Почему? Я не думаю, что ты моего кавалериста за ваншотишь. Эм. Я немножко не понял. Ну, у меня генерал ставит с кавалеристом. Ну. В начале хода ты можешь его убить. Это в том случае, если ударишь несколькими сразу. Паскликну. М-м-м. Походу, у меня краш. Рахаха. Так что сейв придется по-любому грузить. так загрузились у меня ходят юниты на 34 готовы значит у меня кого-то тут убили это как вообще но это прошло это прошлым ходом типа рисинг такой готовы нет а когда ты будешь все готов да я просто тут руки заняты были 3-4 так мамбаса и монако стали моими союзниками и союзниками друзьями и монако хочет религию мамбаса хочет караван пагода куплена в каринфе так если чё наверное на каупанк можно начинать атаку так тут порт построен что может пару фрегатиков зоопарк куфа афин ну все в греческих городах и посовет спарта так давайте-ка мы в спарте рынок купим просто базар так и в мекке построим так бараки готова армари так и тут караван закончил свой бег теперь надо из мекки в рим и из дамаска в рим рим вроде пока стоит так кейптаун дружбаном стал что-то много всего ходить но и россии мы ходим что ли но пока нет и сейчас будет рассинхрон я нет нет рассинхроны так военную науку открыл мы все применят перекликали арту я начисал причем в копенгагене так до сих пор классно чё да в том я где заключая прекратил вырушать и тут не заметил в итоге город разрушился сейвами тени а что-то на рим не пошел на рим то выгодил удобнее титул чем на танцы не там спину можно бить так багдад бегал в назрань как я понимаю из багдада ну и продолжим на производство тут и так дофига еды на самом деле так тут в рим отправляем так вроде все здесь построим потом бренденбургские ворота почему цвелопеды не пишут сколько не знаю это не к нам на там вроде для каждой скорости разным сам так а 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 и а а а а а Сколько мест? Так, пагода в спарте куплена. Ну вот, уже на две тихи отстаю. Отлично. Орта открыта. То есть, теперь я уже не боюсь атаки датчанина, если что. Осталось биологию, выйти в самолёты и, по-моему, тут будет моя победа. Мне так кажется. Так. Возможно, имеет смысл построить археологов. И вот здесь эти места. Тут всякие... Ну, святыни поставить эти. Будут ещё культуру приносить. Всё, лечимся. Такой островок у Киптауна интересный. Ну, смотри. Вот ты меня сейчас вынесёшь. У тебя будет шесть городов. Вот если у Лёши небрежные города вынесу, что же, мы тоже будет шесть городов. Но население у тебя в десять раз больше, чем Лёши. У тебя будет шанс. Да, это так. Да, есть неплохой шанс вообще выбрать. И по науке он поседает. Да, это так. Да, я думаю, он догоняет сейчас активно. На самом деле, конечно, всё не так. Да, он уже догнал на Sky. Для населения больше. И вообще только население немножко науки. На самом деле, это не совсем так. Вот смотрите. 21 и 22. 43. Не, на улице вообще. 63. 71. Можно отрастить хорошо. 71. А теперь у меня считаем. 27. 37. Но он долго воевал. Он очень долго воевал. 45. 49. 59. Ну, замерзи. 69. Тоже как бы долго сейчас воевал. Да, это раз. 78. 87. То есть, у меня население больше на самом деле. Просто в демографии показывает, ну, чем больше вот именно в городе, тем больше. Да, это лучше в том плане, что некоторые издания дают процент к науке. Но это нивелируется. Вот реально у меня 9 городов. 9 городов это лучше, чем 3. А он еще и сжигает римские города зачем-то. Ну, ладно, еще не Аполь может быть так себе, но кумы можно было оставить, мне кажется. Конечно, они сейчас в свободной лодке. Прямой на лодке бежат. Зачем? Ну, у тебя тут лодки защищаются. Да, блин, у меня города на море не такие важные. Я не понимаю, почему ты все хочешь, чтобы я на море воевал. Ты, вот почему ты на мои города морские не напал? Потому что они не особо нужны, правда ведь тебе? Так оказалось, мне и мои города на самом деле. Да. Так, все, пагоды можно не покупать. Теперь покупаем мечети. Так, все построилось в спарте. О, надо маячок тут построить. Маяк и рыбацкую лодку. Во всякий случай, флот все-таки поднастроен. Не знаю, что там в голове у датчанина. Но ему нету смысла нападать на меня, не вынеся рим. Конечно же. Так, ну я уже тут все клетки практически обработал. Потому что у меня пирамиды, воля. Так, Братислава хочет деньги и... Чудо? А какое я еще чудо не нашел? А, вот тут Гибралтар надо сплавать. И Ватикан, кстати, хочет того же. София хочет слоновую кость, но я ее получу от Монако. Кстати, надо посадить еще писателя тут, чтобы добивался писатель. Арта, арта. Ну, я уже от арты отобьюсь. Все, наверное, имеет смысл. Надеюсь, не крашит. Пока нет. Пока идет все. Я же говорю, у меня из-за того, что слабый исходящий канал, да, у меня всегда переход хода, когда я хост, вот так долго. Мечети куплены. Так, счастье у меня потихоньку заканчивается. Что, тут уже зоопарк в Каринфе построен? Ну, ничего себе. Так, вот так вот тартап бьет больно, блядь. Сейчас защита, она по тридцатку сносит. Ну, уж не прокачивай, наверное. У меня награда нет. Так, тут мы тоже уже все обработали. Так, тут мы тоже уже все обработали. Бранденбург в Мекке. А с другой стороны, нафиг он мне нужен 14 годов? Давайте лучше арты построим. Так, какие там города хотят денег? Братислава. Культура, кстати, дает. Почему нет? Мне как-то жалко пока. Так, у Дании деньги заканчиваются. У Рима откуда-то куча бабла. Тоже, видимо, посылают в города государство. Так, а я вообще самые выгодные посылаю. Ну, да. Ну, у него еще у Рима куча бабла, потому что, видимо, ему юниты уничтожают. Так, ну, скоро я, наверное, здание буду воевать, когда он Рим вынесет. Поэтому надо смотреть Кейптаун, Ватикан. Хотя, чем дольше они воюют, тем веселее. О, куча нефти. Тем более, что я араб, мне нефти будет... А, датчанин Бранденбург построил, отлично. Я этому только рад. Ладно, пойду, грустите, посыпать голову пеком. Так, я еще столицу вроде не захотел, но не хочу. Да, это плохое. Да, с самолетами лоханулся я, конечно, по полной программе. О, а что с ним не так? Еще я лоханулся с иностранным регионом. А с ним-то как? Да, что ты его не взял, кстати? Я вот тоже думаю, что я его не взял. Ну, ты даешь. Я вам хотел вторую. Ты защиту Браду взял, что ли? Да, я не хочу. Вот всю игру я просто сидел и тут был. Я слизал недовольством населения. Хотя мне и так сейчас все нормально было. Зачем я этого ждал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эх, не долетает немножко. Ну, будем прокачивать на дальность, значит. Так, пошли искать флот датчанина. Пока тут постоим. Ну, я уже, собственно, обогнал датчанина по науке, судя по всему. Ну как, не обогнал? Одна теха. Зачем я кум разрушил? Пиздно. Вообще, пищевый город. Да не то, что... Не только отлично, а как и обычно, там тут, а в Кривлюри. С Багдада в Кейп Таун. Подождите, а кто-нибудь хочет торговые Мамбасы и Ватикан? По-моему, там Ватикан тоже неплохо был. Рано я купил. Мекка, Ватикан. Ладно, в Кейп Таун отправлю. У меня уже почти столько же очков, сколько у моих соперников вместе взятых. Монако стал союзником Рима. Так, наверное, все-таки надо принимать... Так, количество ресурсов увеличивается, но у меня нефти и так будет дофига. А вот плюс 25% к производству юнитов, это круто. Хаш, прикол. Да. Твой караван бегает через мои лансы. Ну, он сейчас там уже в модерн-эр. Ну вот, вот Рим и вышел в самолеты. Вовремя. Да, 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 да. На Ватикан и Братиславу. Так, а вот теперь можно Братиславе и дать денег. Отличненько. Отличненько. Кстати, я, скорее всего, проголосую за налог на армию, потому что это по датчанину намного сильнее ударит, чем по мне. Потому что у него денег нет. А у меня деньги есть. Я пошел в коммерцию. Так, пора, наверное, апгрейдить уже верблюдов. В кавалерию. В кавалерию. Так, пора, наверное. По гостям. Как в Кавал. Паралерию. В кавалерию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Причем вот это население, считайте, он уже как бы максимума достиг О, у тебя даже самолетик уже в Риме есть Ты суровый римлянин, знаешь, на одном самолетике такой будешь Надо ртой Плевать на них Плевать на них и бомбы кидать Золотой бождь Да, ну или вообще с навозом мешочки какие-нибудь на головы Как вариант А, киты я с помощью Братиславы еще получил О, а откуда у меня слоновая кость? А, еще и в Братиславе слоновая кость была? Отлично Везде любовь к отчизне Плюс запускаем золотой век Все Куплено все Да, теперь можно Универ, по-моему, там где-то был София Чего-то хотела, оказывается Вот откуда киты Не понял Монако уже не хочет религии У нее хочет И денег хочет Что-то у меня мало голосов Почему у Рима так много голосов у меня? А, ну у него там этот запретный дворец, по-моему, был Но все равно я у двух городов Союзника Он только у одного Какие-то читы тут явно Так, а далеко у меня еще до самолетов-то? Ну, можно, кстати, попробовать просто сжечь Ученых в самолет И норм будет На самом деле Так, а я все проапгрейдил Арта-арта А вот еще один Вот он где прятался Так, арта-арта Каравелла Каравелла Кавалерия Кавалерия Фрегаты Мушкетмен И пикинер Нафига себе А где-то я пикинер Каравелла, кстати, тоже, по-моему, уже в броненос А, нет, еще нельзя Ну, тут у нас не традиция То, что они меня в городах стоят Мне ничего не приносят Просто мне так удобнее Следить За счет того, что у меня Великий маяк У меня обзор дальше Морскими юнитами Флот датский Не виден нигде Я думаю, если он пойдет на меня нападать То, наверное, все-таки на Куфу Я думаю, к этому времени у меня уже самолеты будут Успел Ну, что тут Что тут с Римом Все У Дании Техи все сперты Знаете, что, давайте-ка я пересажу к себе в столицу Моего прокачанного Чувачка Не, ну арта у тебя нездоровая 62 защита Они по 40 Уплёта стоят Букву вроде Да Без прокачки Вообще Знаменитая датская отмороженная арта Не, просто арта очень сильно бьет по городу У них там бонус 300% Что ты хочешь Больно-больно Извини, за это я захочу в Рим Пощади Рим должен пасть Мне кажется, сейчас самое время Нам с тобой заключить Альянс На эту параду Как-то у тебя два города осталось, да? Да Самое время Субтитры делал DimaTorzok Ну, учёный может убить его Как можно учёных не в городах держать? Я не очень понимаю А он бы вообще не в столице, чтобы не видели шпионы Ну Ещё вот так прям конкретно на море Иди, кто хочет, ты захватывай Вот там, где у тебя генерал стоит, там нефть 7 я знаю не вижу на чане тоже в нефти вышел короче надо замасывать захватывать его ученого даже с ним защитные пакты все закончились правильно правильно тем более важность почему еще ванцы из татуи зевса да они и данцы любой пиле и по 35 час посол ну что никем не защищен неким прям ты хоть подходи и забирай его правда мне сейчас несколько торговых путей прекратит сколько у меня тут 4 штуки в данью бегает чем часами денежки куда-то денутся алексеев здесь да тут все путем пираты разграбили в копенгаген я спешилась спасибо за игру тебе спать или даже спасибо он убит голом поломникам журналист его не удаляйся он давно встреч давай пока здесь увидимся ну вот мы остались вдвоем да сразу да а те караваны бегали твои же кстати причем ну что поделать смысл тут ждать дуэлька у нас тут так сколько мне даст 2515 надо все таки дождаться открытие полета он что-то открыл уже неужели стим пауэр да похоже похоже на то что 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 так а где вот ватикан вот эти все а ватикан вон там ладно давайте ватикан отправим дождаться конца золотого века нефть добавлено сколько там золото у дача не ну в принципе может бандзу например купить так давайте отведем так тут надо спасти я могу разграбить вот мой тучу караванчик бегать на производство что он производит в каупанге госпиталь так мне нужны караваны я думаю что море я все-таки контролирую хочется верить а а Продолжение следует... Так, можно тут, видимо, все-таки уже прекращать или в эту сторону сплавать. Ну, по идее, он, конечно, должен ввести арту к куфе. А как оно будет на самом деле? Так, куда мне лучше всего отправлять? Значит, Кейптаун морской. Ватикан я уже отправляю. Из Назрани в Ватикан. Из Мекки в Банзу Конго. Так, давайте пару караванов построим. Ну, блин, лучник. Ну, это вообще уже подстава. Пускай захватывает место того, чтобы обстреливать арту мою. Подождем. Так, значит, Братислава и так моя. Мамбаса и так моя. София. Ватикан. Отлично. Теперь у нас Монако. Сейчас я обращу. В Панаму и в Банзу надо отправить караваны. Окей. Я не возражаю. Когда он там уже добьет Рим, просто интересно посмотреть, насколько я опережаю его в производстве там и во всем остальном. Я захватил. Ничего себе. Ничего себе. Так я сейчас захвачу этот город. О, он вошел в самолеты. Ну, теперь, я думаю, можно, нужно даже, наверное, сжечь писатель, эээ, ученых. Одного. Хватит одного. Так, эту мы в Мбанзу отправим. Так, эту в Панаму. Кто там еще хотел торговые пути? Ну, и все. Так. Просто отправим туда, где больше денег будет. 14. Ну, вот Ватикан. Просто проще охранять будет. Ага. Плывет на зрань захватывать. Ну, против арты это будет не так весело. Так. Бараки. Здесь один ход. Что-нибудь построить. Ну, караван. Археологист. Так. Все-таки там у него флот стоял рядом с датчанином. Прозевал я его. Надо было сразу туда сплавать. Ну, я не думаю, что у него там много их. Так. Тут стену на всякий случай. Так, все. Тут есть. Ну, видите, у меня сколько нефти? 45. А это всего с двух месторождений. Просто потому... Или с трех. Ну, потому что я араб. Вот и все объяснение. Давайте-ка вниз лучше поплывем. Там поможем. Ой, блин, я не убрал. Убили все-таки. А, там стоял. Испугался захвата Каупанга? Правильно. Ну вот, видите, я не артефакт беру, а на местности делаю. И мне тут пять культуры. По-моему, очень неплохо. Так, здесь постою. Или он не собирается этим флотом нападать? Самолеты. Ну что, купим Панаму. Э-э-э. Блин. Он начинает равенную выносить. Так, теперь мы идем... Давайте в подлодке. Бомбер. 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 Так, везде на производство. Переключаемся. А вот арта подходит. Все-таки он что-то этим флотом решил не нападать, похоже. Итак, эта серия завершена. Продолжение через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok